День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Начиная сегодняшнюю передачу, я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать вам только двух вещей. Двух. А всего остального вы добьёте сами, я абсолютно в этом уверен. Я желаю вам здоровья и удачи. Здоровье, помните только, что здоровье можно держать и можно его поддерживать себе. И необязательно для этого должны быть лекарства. Как раз чем меньше их будет, тем лучше. А удача, удача всё-таки нам очень-очень нужна. Нужно благоволение, так сказать, существ, которые живут над нами и которые нам в этой жизни помогают. И почему я вот сегодня об этом говорю? Потому что, ну вот пройдёт ещё один-два дня, буквально всего лишь там каких-нибудь четверть шага, и мы с вами снова поднимемся на новую ступеньку той лестницы, которая называется «Временем». И вот в этот момент, тогда, когда мы делаем этот шаг на следующую ступеньку этой лестницы, очень хочется, чтобы вы думали не о том, что остаётся внизу на той ступеньке, а думали о том, что может быть впереди. А впереди огромное количество хороших вещей, хороших, нужных, и каждому из вас, и нам всем, людям. И если мы понесём с собой по этой лестнице чуть-чуть доброты, чуть-чуть, это нам очень-очень нужно, требуется это. Понимаете, без вот этого ощущения всё-таки чего-то доброго там, дальше, мы, наверное, с вами не сможем жить. С наступающим вас Новым Годом! И очень хочу, вот в тот момент, когда вот этот вот шажок последний в этом году, в преддверии следующего года вы сделаете, чтобы у вас было ощущение покоя и радости. Покоя и радости. Вот это я вам желаю. Но сегодня, как всегда, я буду отвечать на вопросы. Это первое. И второе, напоминаю вам, что со следующего года, уже вот с первых передач января, там три передачи будут в записи идти, и мы их специально сделали в записи для того, чтобы реализовать, ну, закончить ту программу, которую мы с вами начинали по псориазу и не закончили. Ну, в силу того, что, так сказать, вопросов было достаточно много в связи с этим, о том, что вот обещали, но не закончили, так сказать, вот первые передачи, три передачи подряд в январе будут в записи. Именно поэтому я сейчас вот три передачи отвечаю на ваши вопросы. Будут в записи, они будут посвящены программе по псориазу. Это вот так. Я слушаю вопрос. Анатолий Алексеевич, здравствуйте. День добрый. Значит, у меня такая проблема. После гибели ребенка у меня исчезли все эмоции, и в области, значит, макушки, и в кемене, такие давящие боли, и я не осознаю потери вот этого вот сына. Это уже прошло более полтора года. Обращалась я, значит, невозгом, обращалась в пол, боевой помощи никакой нет. Я прошу прощения, скажите мне, пожалуйста, как вас зовут? Так, я плохо вас слышу. Как вас зовут? Так, Мария. А отчество-то? Ивановна. Мария Ивановна, вы говорите, полтора года прошло? Да. Скажите мне, пожалуйста, а вы вот ходите, как-то общаетесь с людьми? Да, конечно. Конечно. А, так сказать, вот что значит вы... Я немножко не понял вашу фразу по поводу того, что вы не ощущаете потери. Что это значит? Я не осознаю, что вы не тут, понимаете? Понятно. Вы, так сказать, ну, часто выходите из дома или все больше части в доме? В частном доме, да. Нет, я не имею в виду частный это дом или какой. Вы чаще всего бываете дома или все-таки выходите из дома? Ну, на работе бываю, здесь нет, да. Понятно. А вот этой вот потери, сын как будто бы с вами живет рядом. Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, вы одна, он единственный ребенок был у вас? Нет, все дети есть. А тогда вот я не очень понимаю, с чем связано ваше состояние. Можно объяснить как-то? Ну, вот у меня совершенно нет эмоций, понимаете? Не понимаю. Как же нет эмоций, когда я сейчас с вами разговариваю, у вас эмоций вот-вот сколько. А вы говорите, что их нет. Как же нет? Куда эти эмоции направлены? Ваши, собственные. Ну, как трудно сказать, ну, понимаете, какая вещь. Я очень часто могу думать о сыне, которого нет. И смотреть вот в доме вещи, к которым он подходил, которые он любил, которые он там переставлял, как-то ухаживал какой-то. Или вспоминать о том, как он себя вел в жизни, какой он был хороший. Или, так сказать, как он учился. Я, простите, не знаю, сколько ему лет было. Понимаете? Была ли у него девушка, не была ли у него девушка. Если это вот этот мир, это одно. Понимаете, тут есть, как бы, так сказать, некоторые рецепты в этой ситуации. Или это что-то иное. Понимаете, Марья Ивановна, я, вы хотите, чтобы я вам сейчас что-то объяснил и в чем-то помог, да, но вы не даете мне для этого возможности. Вы понимаете, о чем я говорю, Марья Ивановна? Куда? Так вот, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, чем заняты ваши мысли тогда, когда вы вспоминаете о сыне? И часто ли вы вспоминаете о нем? Это постоянно. Постоянно. Вот вы знаете что, я прошу прощения, вы сейчас меня послушайте, ладно? Есть такое упражнение, оно не имеет отношения даже ни к психотерапии, ни к психологии, а это упражнение, которым очень серьезно, по-настоящему пользуются, как ни странно, актеры. Значит, оно заключается вот в чем. И очень вам советую, так сказать, ну, как бы этим упражнением воспользоваться. Это очень помогает в жизни. И должен сказать, что я сам когда-то этим упражнением пользовался для того, чтобы привести себя в порядок. Называется так, это упражнение, это в книжке Константина Сергеевича Станиславского «Работа актер над собой». У каждого актера должно быть три круга внимания. Три круга внимания, так же, как у вас или у меня. Три круга внимания, в которых мы с вами живем. Первый круг внимания, вот для меня сейчас, в настоящий момент, а для вас первый круг внимания, вот в настоящий момент, пока мы с вами говорим по телефону, это внимание, которое заключено в круге, которое отчерчивает только телефон и вас. А меня, вот стол, стакан, бумажка и вы. Вот два круга внимания. Мы сейчас живем с вами в этих кругах. Что происходит со мной? Я в большей степени буду сейчас опираться на себя, с тем, чтобы как-нибудь вас не затронуть так серьезно. Понимаете, я, вот мой круг внимания, второй круг внимания, второй, он расширяется на вас, на меня, вот на этот стол, на ваш телефон и на ваше состояние. И это большой круг внимания. Точнее, даже не большой, а средний круг внимания. И мы сейчас с вами живем вот в этом круге внимания. Вот вы обратите внимание. Что, начав находиться в этом круге внимания, вы стали не просто спокойнее, а вы стали интересоваться тем, что происходит внутри этого, вот этого среднего круга. А есть еще большой круг внимания. Третий круг внимания, в котором мы с вами живем постоянно. Это мы, и это вот мир, который рядом с вами. Ваши дети, ваш дом, ваша работа, магазины, ваши заботы. Понимаете, как ваши дети себя чувствуют, как вы себя чувствуете, что у вас происходит на работе, и так далее, и так далее, и так далее. Это вот большой круг внимания. Мне кажется, уважаемая Марья Ивановна, я почему об этом говорю, что вам надо себя вывести вот из этого малого круга внимания, внутри которого находитесь только вы и память о вашем сыне, вывести за рамки этого малого, среднего, вывести в большой круг. Так, чтобы рядом с вами обязательно были ваши дети, обязательно были ваши заботы, обязательно была помощь кому-то, не себе, кому-то. На какое-то время вам нужно про себя забыть. Обратите внимание, у вас внуки есть, Марья Ивановна? Алло, Марья Ивановна? Да, да, да. У вас внуки есть? Да. Ну, они маленькие, небось, совсем? Здорово. А? Большие-большие. Внуки большие? Да. Значит, наверное, ну сколько им лет? Ну, 10. 10 лет. Вы посмотрите, 10 лет. Это мальчики или мальчик, или девочка? Мальчики. Мальчики. Как их зовут? Иван. Иван, а второй? Иван и Саша. Иван и Саша. Значит, Саша и Ваня, замечательных два мужичка растут. Это дети вашего сына, который погиб? Нет, тот маленький был, большого. Да, большого. Ну, смотрите, вот эти маленькие ребятки, они похожи на вашего сына? Да. Ну, если они похожи на вашего сына, их надо выращивать. Да? Растить, как правильно, хороших мужчин. Как... Растить, как собственных детей. Вы сейчас отстраняетесь о них, вы даже не хотите о них вспомнить. Понимаете, Мария Ивановна? Понимаете, Мария Ивановна, я почему вам об этом говорю? Потому что ситуация, в которой вы находитесь, она ни таблетками, ни травами, ни экстрасенсами, ни знахарями, ни колдунами, ни ведьмами неразрешима. А в силу того, что мы с вами сейчас говорим о пространстве, которое находится внутри вас. Внутри вас. Это область, в которой заключены все ваши желания, память, мысли, возможность выхода какого-то, поиска выхода. Вы все там. Никакими таблетками и травмами в этой ситуации нельзя помочь. Можно помочь только делом. Вот эти заботы, желания и, как вам сказать, необходимость перенести из себя того, кто рядом. И вот той любви, того внимания, которое было у вас к вашему сыну и от вашего сына к вам, вот это в любовь и внимание перенести на самых близких людей ваших. Вот с этого начинается наш выход в правильное состояние, в правильное отношение к ушедшим от нас. Это ваши внуки. Их надо расти. Их надо строить. Им надо помогать. Их надо укреплять. Смотрите, сколько. Я уж не говорю о том, что и надо и накормить, и это. Вот в чем дело. Вам надо заняться именно этим. Этого я вам посоветую. А заниматься вражбой и всякими другими неприятными, прямо скажем, для души человеческой вещами, я вам категорически не советую. Категорически не советую. Надо заняться делом. Вот в чем дело. Вы очень эмоциональный человек, Марья Ивановна. У вас огромное количество и чувства желаний в вас. Это видно, это слышно. Я думаю, что многие люди это видят. Перенесите вот эти чувства и желания ваши на своих внуков. И думайте, что все будет хорошо. Я вас в этом умеряю. Уверяю. Думаю, что у вас в новом году все будет, все встанет на место. Сделайте, пожалуйста, то, о чем я вас прошу. Хорошо, Марья Ивановна? Хорошо. Спасибо вам. Удачи. Удачи. И еще раз удачи. Алло. Алло, слушаю вас. Алло. Алло. Да, да, да. Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонит вам из Челябинска Нина Григорьевна. Да, Нина Григорьевна. Вот. После меланомы. Я с вами уже разговаривала. Вы мне посоветовали пить соль магнезии раз в неделю и ванну с солью раз в неделю. Потом активированный уголь. Все это я делаю. Так. Ну вот у меня проблемы в кишечнике начались. Пучит, курчит, небольшие боли. Вот. Продолжать ли мне так же магнезию раз в неделю? Вопрос. Сколько недель вы проделали, Нина Григорьевна? Пять. Как вы себя, во-первых, начнем вот с чего. Как вы себя чувствуете с точки зрения основного заболевания вашего? Насколько я помню... Все в порядке. А? Все в порядке, да? Все в порядке, да. Очень хорошо. Вот и будет все дальше в порядке. Значит, пожалуйста, максимальное количество процедур, о которых вы говорите, 6. 6. Включая подготовительный вот этот месяц, о котором мы все время говорим. Да? Потому что тогда, когда мы себя готовим вот к этим 12 дням, о которых вы говорите, как о времени сорбентов, да? Вот эти вот 4 недели, один раз в неделю, потом по началу перед приемом сорбентов и в конце, после приема сорбентов. Правильно? Все. Все, остановитесь. Остановиться? Остановитесь и не пугайтесь. Теперь, что вас еще беспокоит, кроме кишечника? Ну, у меня гипертония, давление, суставы болят. Но я думаю, что все это уйдет после того, как я почищусь. Надеюсь, что это... Ну, я думаю, что, так сказать, сразу-то не уйдет, потому что это не первый день у вас уже. Понимаете? Понимаете, даже не первый год. Поэтому нужно будет сделать 2-3 раза. Но тут есть одна опасность. Когда вам, когда делали операцию вам по поводу меланомы? Полгода прошло. Полгода. Я вас очень прошу, никаких... Было бы хорошо сейчас начать ванны делать и прочее, да? Все как бы вроде как на пользу. Но я имею в виду скипидарные для ваших суставов, для вашей гипертонии и прочих вещей. Понимаете, вот с этим-то надо потихонечку тоже воевать. Но сейчас пока нельзя. Потому что год после операции по причине меланомы надо продержаться обязательно и обязательно показаться онкологу. Обязательно. Нина Григорьевна, вы это понимаете, да? Поэтому я вам советую вот что сделать. Это, кстати сказать, не будет, как вам сказать, вредить даже с точки зрения вашего основного заболевания, о котором мы говорим. Я имею в виду вашу меланому. Как только вы закончите снова соляночку, соль магнезии, сорбенты и снова соль магнезии, вот с этого момента, пожалуйста, сделайте следующую вещь. Значит, возьмите себе обязательно, обязательно, я подчеркиваю, в рацион введите две чашки цикория. Понятно, да? Да. Но обязательно в цикории добавляйте капельку молока. Одну? Ну, немножко, но не капельку. Да, конечно, конечно. Немножко, я не имею в виду капли в чистом виде. Да, да, да. Да, так, чтобы он был такого темно-коричневого цвета напиток. Да, я всегда пью с молоком. Да, очень хорошо. Это обязательно, две-три чашечки в день. Обязательно возьмите для себя пион уклоняющийся. Знаете такой, да? Да. Пион уклоняющийся. Теперь, пожалуйста, возьмите для себя еще одну вещь. Значит, утро с точки зрения еды. Начинайте обязательно с льняным маслом и творогом. Да. Так? Я ем это. Да, я понимаю, что вы едите. Следующую еду, пусть это будет какой-то протертый супчик. Небольшое количество, да? Лучше, если он будет овощной. Дальше, пожалуйста, возьмите для себя в обязательном порядке один раз в день съедать хотя бы, ну, несколько ложек вот этой вот каши, о которой я говорил. Каши или горога? Каши из цельного зерна. А, понятно, понятно. Обязательно. Обязательно. И обязательно туда обильно добавить чесночок, лучок и зеленушку какую-нибудь. Угу. Обязательно. Обязательно. Но это в тот момент, когда вы подогреваете ее с маслицем. Угу. Понятно? Понятно. И на ночь стакан кефира. Вот с кефиром у меня плохо в кишечнике. Что плохо-то? Заметила. Что плохо-то? Ну, вот-вот урчит как-то. Я понимаю. Правильно, что урчит. Куда ему деваться-то? А, ну, все тогда. Если он работает, понимаете? Если он работает, то он начинает помогать. Это же, видите, кефир, это не еда в данном случае. Во-первых, список органических кислот совершенно определенных, которые начинает кишечник ставить на место. Помогать. Перестройка на уровне ПАЖ. Кислотно-щелочного равновесия происходит под воздействием кефира. И вы забываете второй момент, который называется чесноком. В кефир надо обязательно класть 1-2 зубчика чеснока вам. Да-да, я кладу. Это обязательно. Почему это так происходит у вас? Потому что... И с медом. Да? И с медом еще. Ну, да, пожалуйста. Можно с медом, можно без. Как вам нравится. Ну, значит, единственное, о чем я вас попрошу. И вот вся эта еда должна быть распределена буквально через каждые 3 часа. Понемножку, да? Через каждые 3 часа. У вас кишечник должен работать весь. Причем работать с маленьким отдыхом. Буквально этот отдых у вас будет составлять всего лишь там, ну, наверное, где-то минут 30-40 в течение дня. Вы позавтракали, через 3 часа желудок должен быть голодный, пустой. Да? Вот в него, в этот пустой мы и положили следующую порцию еды. А 12-перстный уже заканчивается. Пока в кишечнике ваша еда готовится, обрабатывается, начинает сбрасываться в 12-перстную кишку, в этот момент начинают нормализовываться эти процессы. В первую очередь, синхронизация работы трех... Знаете, 12-перстную кишку довольно часто называют тройным обогревателем. За счет чего? Потому что в 12-перстной кишке сходятся интересы трех систем. Печень, поджелудочная железа и сам желудок. Вот они должны синхронизироваться. Мешает им бактериальная сфера, с которой работает и кефир, и чеснок. Дольше это надо делать, понимаете? Больше ничего. У нас сейчас с вами перерыв. Нин Ван, если у вас какие-то вопросы останутся, пожалуйста, после перерыва я готов ответить.